Здравствуйте, меня зовут Ольга Радимова. Сегодня 2 июня 2024 года. С диагнозом рак я живу уже 8 лет. Это было неожиданно. И в 2016 году меня отвезли с болями в животе, меня отвезли по скорой в больницу, в 26-ю больницу. Ну, в общем, это долгая история, сложно ее вспоминать сейчас. Каждый раз, когда я вспоминаю свою историю, накатываются слезы, потому что довольно тяжело. Меня прооперировали и ничего не нашли. Потому что моя опухоль находилась в забрюшинном пространстве, в почке. На следующий день хирург ко мне подошел в палату и сказал, у тебя в почке опухоль 10 сантиметров и вся печень в метастазах. Почему сложно? Потому что у меня медицинское образование, и я понимаю, что вся печень в метастазах – это четвертая стадия. Я жила свою счастливую жизнь, у меня не было поводов обращаться к врачу. Я каталась на велосипеде, я ездила в отпуск, я работала 6 дней по 12 часов в сутки. В мои планы совершенно не входило болеть, тем более раком. И получить рак сразу на четвертой стадии – это было довольно неожиданно и страшно. Так сложилось, что у меня нет детей, и вокруг меня пожилые родственники. Мама, дядя, тетя, бабушка, в тот момент еще бабушка. И я для них нянька? Ну, так можно сказать. И первое, о чем я подумала, как же они без меня? Вот. Я еще смогу разреветься. Течение моей болезни мне немножко помогало в осознавании, потому что первый месяц обезболивающий я получала 3 раза в неделю. Простите, прощение, 3 раза в сутки. Потому что у меня очень болело, мне не могли обезболить, и не могли понять, что болит. Курьезы. Я все-таки настаиваю про курьезы. Другой вспомнила. Моя мама... У мамы нет медицинского образования. Медицинское образование у меня. И первый укол обезболивающего я сделала себе сама. Воткнула шприц, вот, и говорю, подойди, просто поршень. Она это сделала, очень серьезно отнеслась. Она, по-моему, в 8 раз помыла руки. А потом говорит, Оля, не выбрасывай шприц. Я думаю, зачем он ей? Для кондитерки, что ли? Она будет использовать. Мама, у меня есть новый. И в какой-то момент заглядываю в ее комнату, а она моего детского зайца, ну, из детских нет, тыкает этим шприцом, тренируется. Вот. И сейчас моя мама уколы делает получше любых медсестер. Она вообще моя дорогая, любимая, самая лучшая помощница. Сначала ничего не было известно, потому что было известно большая опухоль в почке, метастазы в печени. Четвертая стадия. Я уже писала завещание. Я думала, что, ну, как здесь все должно быть устроено, когда меня не станет. Но ведь я, как равноконсультант, сама своим подопечным рассказываю, что рак должен быть верифицирован, что диагноз окончательный ставят только после того, как патоморфолог посмотрит на стекла через микроскоп. И тогда не только имя, твою опухольную фамилию и все остальное. И, в общем, я родилась в рубашке, потому что после биопсии выяснилось, что у меня не рак почки. Григорий Александрович Раскин поставил... Это один из моих врачей-ангеловых-хранителей. Поставил мне диагноз нейроэндокринная опухоль. Это редкая опухоль, которая может располагаться в любом... Совершенно в любом органе человеческого организма. Там, где есть нейроэндокринная ткань, может быть нейроэндокринная опухоль тонкого кишечника, толстого кишечника, гипофиза, молочной железы, простаты, да чего угодно. В любом месте она может располагаться. Особенность этих опухолей заключается в том, что они текут медленнее, чем стандартные раки. Если можно так сказать, стандартные раки. Мы живем долго, прогрессируем медленно, но, к сожалению, даже очень маленькая нейроэндокринная опухоль, даже 2-3-миллиметровая, может дать метастазы. И метастазирует чаще всего в печень, в кости и в другие органы. В моем случае нейроэндокринная опухоль левой почки, метастазы в печени и костях. Это значит, что я свой диагноз получила прямо в 16-м году, на 4-й стадии. И 8 лет я живу с раком 4-й стадии. И когда я узнала свой настоящий диагноз, мне уже стало легче. Я уже могла немножко отодвинуть завещание. Нейроэндокринные опухоли текут медленно. Она имеет такую особенность, что для нас мало линий химиотерапии. Да вообще практически нет. Нас лечат специальными гормонами. Классическая цитостатическая химиотерапия не действует на нейроэндокринные опухоли. Лучевая терапия классическая не действует на нейроэндокринные опухоли. К сожалению, не останавливает прогрессирование. Для нас есть таргеты и гормоны. Лучевая терапия не действует на нейроэндокринные опухоли. Для нас есть специальный вид лечения, которое называется радионуклидная терапия. Если классическая лучевая терапия – это местное лечение, то радионуклидная действует на весь организм одновременно, на все клетки, которые есть. И раньше, когда гораздо меньше было лекарств, еще меньше была изучена эта опухоль, для нас, пациентов с нейроэндокринными опухолями, хирургическое лечение – это было практически единственное. Вообще хирурги говорят так – нейроэндокринные опухоли любят хирургию, а хирургия любит нейроэндокринные опухоли. Мой спаситель, мой ангел-хранитель, хирург, который спас мне жизнь, Михаил Иосифович Школьник. Я буквально на прошлой неделе была у него опять, потому что у меня прогрессирование. А в 2016 году он удалил мне почку, лимфоузлы, вот этот комок лимфоузлов, которые образовались в воротной веянии, и тромб, который поднялся почти до предсердия. Такие тромбы – это частая история при продвинутых раках, которые локализуются в почке. Но эта хирургия, эта операция – это высший пилотаж. Я обязана ему жизнью. Обычно, когда рак имеет такое распространение, не начинают с операции, потому что это может спровоцировать прогрессирование, резкое прогрессирование. Нейроэндокринные опухоли тем и отличаются, что имеют невысокий индекс пролиферации, степень злокачественности. В моем случае индекс Киай – первоисточники 15, метастазах – 19. И поэтому в моем случае операция была практически санитарная. Она нужна для того, чтобы уменьшить опухолевую массу. Удалили, собственно, первый источник, англомерат лимфоузлов, но метастазы в печени и костях остались. Поэтому то, что наступило после хирургического этапа, к сожалению, не называется ремиссией. И мне ремиссия не светит, если честно. В моем случае речь может идти только о стабилизации. В 2016 году Михаил Осичевский школьник удалил мне почку. В 2017 году я лечилась в России гормональной терапией и таргетами. Но опухоль все равно прогрессировала на каждом ПЭТ-КТ. Появлялись новые метастазы в костях и в печени. И поэтому я задумалась о том, что же делать. Умирать не хочется. И читая гайдлайны, переводные, конечно, я поняла, что есть терапия для нейроэндокринного рака. К сожалению, она недоступна в России. И в январе 2018 года я поехала в Германию. Я отправила запросы во все клиники ядерной медицины по всей Европе. Из тех, которые мне ответили, я выбрала, где подешевле. И поехала в маленький немецкий городок на границе с Францией, который называется Хомбург, земля Сар, к еще одному моему ангелу-спасителю, специалисту ядерной медицине, профессору Ицидину, на радионуклеидную терапию с лютецем. Денег у меня хватило только на первое введение. Обычно терапия назначается 4 раза с интервалом 2 месяца. И обычно контрольное ПЭТКТ делают через 2 процедуры. Но мне нужно было доказать эффективность, и поэтому я с трудом дождалась, пройдет... Ну, я вернулась в Россию. Эта терапия довольно простая. На третий день тебя уже выписывают, и ты летишь обратно домой. Я с трудом дождалась, когда пройдет месяц, побежала на ПЭТКТ, и, о чудо, на ПЭТКТ некоторые метастазы уменьшились, а некоторые вообще исчезли. И это было очень хорошим поводом для того, чтобы открыть сбор денег, потому что мне нужно было 4 такие процедуры. Я консультировалась в фондах. К сожалению, в фондах часто... У них уже в уставе фонда написано, что мы не можем оплачивать лечение за границей. Поэтому деньги я собрала сама в своих социальных сетях. И, если честно, в тот момент я не очень верила в успех, потому что мне казалось, что... Ну, я судила людей по себе. Ну, кому бы я пожертвовала деньги на лечение умирающему ребенку. А тут взрослая тетка, которая с виду пышет здоровьем, просит, дайте, пожалуйста, денег на терапию, которой нет в России. Но, тем не менее, дело надо было делать. И поэтому я специально создала страницу в ВКонтакте. Чтобы легализовать сбор, я отправила запрос в Минздрав. Все как положено. Через 30 дней я получила отписку из Минздрава и опубликовала номер карты. Мой мир перевернулся. Сейчас я второй раз буду плакать, потому что я не ожидала от Вселенной такого отклика, когда стали поступать переводы. Благодаря тому... Ну, мои спасители, мои ангелы-хранители, получается, это весь мир, которые помогали мне с моим сбором. Я очень благодарна людям, и моя вера в человечество, она не то что укрепилась. Я по-другому стала относиться к жизни. Когда я закончила четвертый курс радионуклидной терапии, это случилось в августе 2018 года, вот тут наступила моя ремиссия. Стабилизация. В Германии это называют ремиссией, а врачи в России все-таки называют стабилизацией. Контроль был там каждые три месяца, потом шесть. И на протяжении двух лет я, каждый раз читая заключение ПЭТ-КТ, очень радовалась, потому что уменьшалось даже количество метастазов. Не то что это СУВы. Нас, нейроэндокринных пациентов, диагностируют при помощи необычного ПЭТ-КТ. это ПЭТ-КТ с Галием 68-м. Галий Дота Тейт, Дота НОК. В России его стали делать, это тоже про мое везение, впервые в России ПЭТ-КТ с Галием стали делать в 16-м году в институте Гранова, в том лечебном учреждении, где мне спасли жизнь. Сейчас ПЭТ-КТ с Галием есть уже и в Москве, в Блохино, в Красноярске, в Екатеринбурге. Ну, там, где радиологи могут достать генератор Галия, да, они доступны. Это диагностика. Вот. И, собственно, почему я остановилась на ПЭТ-КТ с Галием? Потому что это практически единственное условие, которое нужно для подтверждения годности для радионуклидной терапии. Моя ремиссия после радионуклидной терапии продолжалась два года. Потом я потихоньку начала прогрессировать. Но это особенность моей болезни. И врачи так и говорят, что, Ольга, вы за свою длинную жизнь многое успеете попробовать. Ну, говорят многое, а на самом деле не так много. Я пробовала несколько видов таргетов. И аронозу. И последнее лечение, которое, опять же, продлило мою стабилизацию на год, это была в институте в МИД с онкологией Блохина в Москве. Практически вторую жизнь я прожила. Я не люблю, когда говорят, я благодарна своему раку. Меня прямо это вымораживает. Так, не литературное слово. Потому что в моем случае он отнял больше, чем дал. Но изменения во мне произошли. И, если честно, сейчас мне легче жить психологически. Потому что всю жизнь я мечтала о психотерапии, а решилась на нее только после диагноза. Потому что всю жизнь я все откладывала. А сейчас мысль о том, что завтра может не быть, очень хорошо стимулирует, чтобы воплотить то, что придумала вот сразу же, прямо вот в тот же момент. И мне это очень нравится. Я от этого кайфую. Когда хватает сил, если честно? За эти восемь лет во-первых, я практически испытала на себе одна из первых в России лечение. И оно мне помогло. То, что оно мне помогло, продлило мою жизнь, спасло и продлило мою жизнь. Мне очень хотелось рассказать всему миру, как это бывает. Это, знаете, как выросаешь, как курить. Хочется всем рассказать, как хорошо не курить. Пациентское сообщество нейроэндокринных опухолей очень дружное, потому что нас мало, и мы стараемся держаться вместе. И я уже после того, как вернулась из Германии, пыталась помогать людям, наставлять их. Но знаете как? Догнать и причинить добро. Как умело. Не всегда меня слышали. Мне это было странно. Я же хорошего желаю. Мне очень помогла учеба. в 19-м году я познакомилась с фондом Александра, тогда он назывался «Женское здоровье». Они приехали в Петербург и обучили в Питере первые 10 равных консультантов. Тогда это обучение было в очном формате. Нас учили примерно полгода. Два раза они к нам приезжали. Были вебинары в перерывах между визитами москвичей и на протяжении учебы мне казалось, что три психолога меня обнимают. С 19-го года я практикующий равный консультант фонда Александра. Родственники, друзья. Первые полтора года я скрывала свой диагноз. Я даже пыталась работать на работе. Один директор знал, один не знал о моем диагнозе. Это до каменаута. И в этот период очень помогали доверенные люди, которым я решилась рассказать. Было непросто. первый год восемь операций непросто. И в какой-то момент я сказала, что буду каждую госпитализацию рассматривать как очередную серию фильма. Художественный фильм или документальный. Но каждый же раз серия заканчивается титрами. И как ни странно, мне помогло вот этот маленький лайфхак переносить вот эти тяготы больничные. Не сразу ко мне это пришло. Конечно, первое время, даже первые годы, мне хотелось вылечиться и забыть. Мне стало гораздо легче, и помогли мне в этом онкопсихологи. Я даже помню этот момент осознавания во время беседы с психологом, когда я поняла, что рак это хроническое заболевание. Да, тяжелое, но не смертельное. Тяжелое хроническое заболевание. Я вам желаю, чтобы никогда вас не коснулась эта беда. А если она все-таки придет в дом, то обращайтесь к проверенным источникам. Доверяйте своему врачу, звоните равному консультанту. Вместе не так страшно. Субтитры